Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Солмона, Солмон родил Вооза от Рухавы, Вооз родил Авида от Руфи, Овид родил Иесея, Иесей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурией. Соломон родил Равама, Равам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Монассию, Монассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон и Иихония родил Салафииля, Салафииль родил Заровавиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов, от Авраама до Давида, четырнадцать родов, и от Давида до переселения в Вавилон, четырнадцать родов, и от переселения в Вавилон до Христа, четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. А все это произошло, да сбудется, сказанное Господом через пророка, который говорит, вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.